Общественная молодежная палата при собрании депутатов Ненецкого округа утвердила план работы на 2019 год. В ходе обсуждения в плане предусмотрена разработка законодательных предложений, направленных на изменение статей закона об образовании, а также в системе финансирования выездов молодежи для участия на федеральных площадках. Изменение в закон об образовании в Ненецком автономном округе предложила председатель комиссии по вопросам экономики и молодежного предпринимательства Оксана Данилова. Речь идет о компенсации за наем жилья преподавателям окружных школ и детских садов. При этом работники профессиональных учебных заведений не могут воспользоваться этой соцподдержкой. Допустим, даже отвечая за свою организацию, у нас на сегодняшний день таких сотрудников 4 человека. То есть это по сравнению с масштабами школ и детских садов, это не будет очень большим процентом. То есть на сегодняшний день все равно существует вот эта некоторая дискриминация. Да, то есть почему у нас работники школ и, соответственно, дошкольных образовательных организаций имеют это преимущество, а работники профессиональных образовательных организаций ущемлены вот в этом вопросе. Оксана Данилова предложила создать рабочую группу для того, чтобы проработать этот вопрос с правовой точки зрения и определить, какие изменения в бюджет потребуются. Далее парламентарии обсудили кандидатуру представителя молодежной палаты в общественной молодежной палате при Государственной Думе Федерального Собрания России. Я выдвигаю на эту кандидатуру все-таки бодрянство, так как она на данный момент у нас является представителем Молодежного парламента при Государственной Думе, данные требования и критерии на нее не распространяются. Если бы мы сейчас избирали нового члена представительства при Государственной Думе, тогда бы уже у нас шли критерии от 18 до 30 лет. Также у нас Светлана Бадьян еще является членом Молодежного парламента при Государственной Думе и входит в состав комиссии по социальным вопросам. Парламентарии единогласно проголосовали продлить полномочия Светланы Бадьян на этом посту. Также представители палаты обсудили план работы на этот год. В частности, запланировано проведение фотовыставки, посвященной развитию туризма в НАУ, которая пройдет в рамках традиционной августовской педагогической конференции и фотоконкурс в рамках празднования 25-летия регионального парламента. А уже в феврале члены Молодежной палаты примут участие в межрегиональной научно-практической конференции, приуроченной ко Дню российской науки. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.